Привет, YouTube! И сегодня я хочу поговорить с вами о бьюти-приборе, который наверняка многие из вас видели или, возможно, даже им пользовались. Ну, там, не знаю, ваши мамы, бабушки, 100% о нем знают. И вот он. Не узнали аппарат? А если показать современный вариант? Да, сегодня речь пойдет о Дарсонвале. Косметологическом устройстве, которое продается на каждом маркетплейсе примерно от 2000 рублей и выше. Его называют семейным доктором. Суперпрофессиональным прибором для домашнего использования. И приписывают просто какие-то невероятные свойства, то ли фотошопа, то ли просто волшебства. Взгляните, пожалуйста, на это. Рыщи уходят, морщины разглаживаются, волосы колосятся. И список показаний к применению Дарсонвале, который я насобирала на разных сайтах, просто поражает воображением. Итак, смотрите. Дарсонваль лечит жирную кожу, акне, черные точки, комедоны, пигментные пятна, килоидные рубцы, мимические морщины, избавляет от потери тонуса кожи, бледности, выпадения волос, перхоти, целлюлиты, экземы, псориаза, лишая, герпеса, язв, варикоза и отек. Фух. Знаете, прямо мне нужно срочно какое-то стоп-слово. Но не расслабляемся. Это еще, друзья, не все. В разных источниках его также рекомендуют при эрозии матки, вагинизме, фригидности, цистите, простатите, импотенции, геморрои, энурезе, бессоннице, мигрени. А также его рекомендовали при болезнях нервной системы, кардиологических и стоматологических проблемах. И знаете, у меня есть такое ощущение, что Дарсонваль еще снимает венец безбрачия, возвращается с того света и даже, наверное, выводит из теневого бана в Инстаграм. Вот это я все, значит, начиталась, и мне самой захотелось купить этот чудо-аппарат. Поэтому я решила разобраться, как и где появился Дарсонваль, почему он стал таким популярным на постсоветском пространстве, стоит ли он своих денег, чем опасен и, главное, работает ли он. Друзья, спойлер. В этом видео вас ждут экстрасенсы и кубки. Ну, кто же знал. Ну что ж, ставьте лайк за полезное видео, делитесь им с друзьями, пишите в комментариях, про какой еще известный бьюти-девайс мне рассказать. Ну, а мы с вами не будем затягивать и поехали. Итак, есть мнение, что Дарсонваль – это советское изобретение. Но, друзья, это не совсем так. Он просто в одно время стал очень популярен в СССР, особенно в кабинетах физиотерапии. В России устройства не делятся на бытовые и профессиональные. Это медицинский прибор. Каждый аппарат должен иметь свидетельство о постановке его на учет в Минздраве РФ, что означает, что он прошел все испытания. И то при этом подобным прибором назначают класс потенциального риска А2, что, согласно ГОСТу, о классификациях медицинских изделий соответствует средней степени риска. Но все ли аппараты прошли регистрацию в Минздраве? В одном из популярных магазинов электроники в продаже есть Дарсонваль, казалось бы, со всеми необходимыми документами. Имеется инструкция, сертификат. Но только сертификат выдан на бытовый прибор, а сам агрегат изготовлен в Китае. Сертификат выдан на основе испытаний испытательным центром проммаштест, в котором среди услуг не заявлена проверка медицинского оборудования. Есть только электрооборудование. И испытание проводилось на соответствие требованиям о безопасности низковольтного оборудования и электронной совместимости технических средств. Вы готовы доверить свой внешний вид прибору, который не прошел нужное испытание и не одобрен Минздравом? Вы уверены, что не навредите своему здоровью? И будет ли эффективно такое устройство? Если смотреть отзывы на популярных ресурсах, то редко можно встретить разновидность Дарсонвалья, который не был бы отмечен четырьмя или пятью звездами. Но доказана ли его эффективность? Пожалуй, это главный вопрос всего этого видео. Я была очень удивлена, когда искала информацию на эту тему. Найти ее оказалось крайне сложным. Вот, например, Википедия говорит о том, что по состоянию на 2009 год обзоров клинической эффективности Дарсонвализации не существует. И действительно, первое исследование, которое я нашла, датируется 2015 годом. Оно было размещено в немецком научном журнале о гигиене и информационном контроле. Его целью было изучение антимикробной эффективности классического исторического прибора и двух современных аналогов. Авторы исследования пишут, что им пришлось изучать историческую литературу по электромедицине, но потому что современной не существовало. Результатом исследования стало доказательство того, что устройства уничтожают все протестированные штаммы микробов по обработанной области. Но, вы знаете, мне кажется, этого мало, чтобы судить об эффективности на коже человека, особенно в области бьюти. Вторая найденная мной научная публикация была напечатана в августе 2018 года в американском журнале Biomedical, который занимается научно-техническими исследованиями. И вот она куда более интересна. Ведь, во-первых, изучали эффективность при акне. Во-вторых, была фокус-группа из 60 девушек старше 25 лет. В-третьих, одну половину группу лечили дарсонвалем, а вторую фируловой кислотой. Процедуры в обеих группах проводились серией из пяти процедур с недельным перерывом. Что же в итоге? Результаты исследования показали статистически значимое снижение количества воспалений в обоих случаях. Более того, нет статистически значимых различий у применяемых методик. А это значит, что по результатам исследований внешне проявление акне одинаково уменьшилось как при применении дарсонваля, так и при применении фируловой кислоты. Как бы что маш, что не маш. И здесь ученые делают очень важное замечание о том, что применение обоих способов улучшают состояние кожи при акне, но могут использоваться в качестве альтернативы или дополнения при невозможности проведения медикаментозного лечения. Интересненько. Но к этому мы еще с вами вернемся. А пока очень интересный факт. Оба этих исследования проведены в 2000-х годах нашего 21 века. Что же получается? Прибор был изобретен еще в конце 19 века, но более столетия никто ни разу не задумывался исследовать его эффективность. Звучит странно, не правда ли? Я решила копнуть еще глубже и нашла сайт под названием Музей электротерапии. Этот ресурс является одной из крупнейших частных коллекций в мире, посвященных применению электричества в медицине. Более того, начал он свою деятельность с целью донести до общественности случай медицинского шарлатанства. Ресурс считается достаточно авторитетным, и на него даже ссылаются авторы научных исследований. На сайте целый раздел посвящен фиолетовому лучу. Именно так в прошлом называли устройства, действующие по принципу дарсонвализации. И меня сразу заинтересовал раздел «Фиолетовые лучи против FDA». FDA – это управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов при Министерстве здравоохранения США. В этом разделе собрано множество статей о судебных делах, связанных с приборами на основе дарсонвализации. Десятки тысяч этих устройств от различных фирм были проданы для домашнего использования в период с 1915 года по 1950 год. Различные издания расхваливали приборы и его чудодейственные свойства. Но в 40-е и 50-е годы прошлого века производители устройств фиолетового луча начали подвергаться многочисленным судебным процессам со стороны правительства США. Результатами подобных дел были отзывы, конфискация и приказы об уничтожении устройств. В итоге производство подобных приборов было полностью запрещено в США. Чем же прибор вызвал такой гнев в Америке? Основные претензии сводились к неправильному позиционированию прибора и невозможности устройства обеспечить заявленные эффекты. Среди частых претензий значились ложные обещания о коррекции кожи головы, питании волосяных фолликулов, перхоти. Также вводящими в заблуждение посчитали заявления о том, что прибор эффективен при артрите, ревматизме, радикулите, сбоях в работе внутренних органов, стимулировании кровообращения и, конечно же, акне. Также устройства не были признаны эффективными средствами лечения заявленных заболеваний. Среди претензий к подобным приборам значится отсутствие инструкции по применению у некоторых из них. Некоторые из изделий были опасны для здоровья, даже при использовании по назначению. Но в чем же, собственно, дело? Даже исторические дарсонвали доказали свою эффективность как минимум в том, что касается уничтожения микробов. Что же не так с этим прибором? Дело в том, что фиолетовый луч работал на основе принципов дарсонвализации, но сам дарсонваль не имел к нему отношения. Просто за основу был взят разработанный им принцип действия. Зато фиолетовый луч в Штатах активно продвигал Эдгар Кейси, американский экстрасенс, занимавшийся целительством. Он не имел медицинского образования, но это не мешало ему активно продвигать идеи альтернативной медицины. В том числе во многих своих чтениях он рекомендовал использование фиолетового луча. Неудивительно, что прибор, так активно рекламируемый ясновидящими, вызвал внимание со стороны контролирующих органов. Еще, возможно, такое гнев правительства было вызван огромным числом разновидностей, наводнивших рынок в те годы. Даже в музее электротерапии в статьях про судебное разбирательство упоминаются абсолютно разные устройства. Я сидела и поняла, что у меня сразу вся эта история вызвала ассоциации с инстаграм-косметикой. Кто-то один раз сделал, заработал денег, за ним решили повторить остальные. А качество? А эффективность? Да зачем все это нужно? И так купят при грамотной рекламе. Неудивительно, что исследований по эффективности не проводилось. Приборы на основе дарсонализации были слишком дискредитированы, чтобы уделять им внимание. Более того, это далеко не единственный скандал, в котором оказался замешан этот прибор. В 2005 году в журнале Chicago Reader, важной частью которого является расследование и политические репортажи, вышла статья под названием «Загадочный третий девайс». В нем говорится об обвинениях, выдвинутых детективом, которые использовали электрические устройства для пыток, подозреваемых в период с 1973 года по 1984 год. Вписанный пострадавшими прибор сначала не был приобщен к делу, так как его сочли несуществующим, невероятным и нереальным. Прибор не смогли идентифицировать, потому что в Штатах он в те годы в массовое производство так и не вернулся. Его можно было встретить на блошных рынках и антикварных магазинах в качестве эротической игрушки, либо в магазинах косметики, где он рекомендовался лысеющим мужчинам. После 1992 года к делу подключили кураторов того самого музея электротерапии. Они пришли к выводу, что прибор, который использовался при пытках, это фиолетовый луч, после применения которого мужчины были готовы признаться в чем угодно. Трэшовое описание процесса, после которого все начинали сразу говорить, я опущу. И это не единственный негатив, который связан с подобными устройствами. Давайте вспомним о том, что акне – это болезнь. И лечить ее нужно изнутри, под контролем врача. Если воспаление носит инфекционный характер, а прибор будет использоваться по всему лицу, то есть риск усугубить ситуацию и разнести заразу на здоровые участки. Более того, не забываем, что прибор рекомендуется при облысении для стимуляции роста волос. Что же будет, если вводить таким устройством по всему лицу? Не вызовет ли это абсолютно ненужный рост волос? На это у производителей есть лишь рекомендация использовать устройство с тонкой насадкой и точечно обрабатывать воспаленные места. Что же с волосами? Если смотреть на фото старых приборов, то можно заметить, что насадки в виде расщевки были далеко не в каждом приборе. Одно из исследований, которое я нашла, было проведено в 2015 году. Ученые из Южной Кореи изучали влияние переменного тока на стимуляцию роста волос. Они пишут, что, насколько им известно, их исследование является первым, в котором изучается клеточная и молекулярная биология электричества на волосах. Также они заявляют, что были первыми, кто исследовали различные настройки параметров электричества на волосяные фолликулы. По результатам исследований они отметили, что спустя неделю на простимулированных током участках наблюдалось возобновление роста волос за счет активации волосяных фолликул. Они отмечают, что нужны дальнейшие клинические испытания, чтобы найти оптимальные настройки электрического стимулирования для роста волос. Дальнейшие исследования также нужны, потому что свое испытание они проводили на кроликах. А ткани животных и человека могут по-разному отреагировать на подобное воздействие. В итоге, вопрос об эффективности остается открытым. И, друзья, если после этого видео вы все же решитесь заказать Дарсонваль, то, пожалуйста, не спешите, ведь он может быть опасен. Одним из главных противопоказаний к использованию является наличие злокачественных и даже доброкачественных образований, так как этот прибор может стимулировать их рост. К доброкачественным образованиям относятся киста. Многие ли знают о наличии таких соседей в своем организме? Я, например, узнала только во время исследования перед операцией. И если я бы, например, во времена, когда у меня было акно, решила поводить этим аппаратом по своему лицу, то могла бы спровоцировать ее рост. И даже бы не знала об этом. А в будущем, возможно, такими попытками самолечения гарантировала себя операцию по удалению увеличившейся в размерах кистен. Поэтому в идеальной картине мира каждый перед применением этого прибора в домашних условиях сначала должен пройти обследование организма, который может выявить наличие подобных образований. Вот только стоимость таких исследований может быть даже дороже, чем цена самого Дарсонвали, что, наверное, вряд ли простимулирует отправиться в больницу. Дарсонваль, в принципе, имеет неприлично много противопоказаний. Это туберкулез, кровотечение, нарушение спертвости крови, эпилепсия, наличие кардиостимуляторов, сердечно-сосудистая недостаточность, тромбофлебит, аритмия, розация, купероз, повышенная температура и гипертония. Также среди противопоказаний значится беременность. Причем, воздержаться от применения рекомендуют все 9 месяцев. Ну, потому что последствия могут быть очень серьезными вплоть до выкидыша. Также, друзья, не стоит забывать, что Дарсонваль это в первую очередь медицинский прибор. И не зря изначально место ему было в кабинете физиотерапии. Он не должен применяться в домашних условиях без консультации физиотерапевта. Более того, сила тока в аппаратах для домашнего пользования в разы ниже, чем в тех, которые используются в отделениях физиотерапии. Некоторые из тех, кто решается заняться домашними процедурами, пытаются компенсировать низкую мощность более частым применением, что тоже может привести к негативным последствиям. Пренебрежение инструкции и несоблюдение мер предосторожности при использовании Дарсонваль может привести к ожогам, изменению пигментации кожи и возможному обострению имеющихся патологий. И знаете, лично я в Дарсонвале увидела больше вреда, чем пользы. Слишком много противопоказаний, слишком мало доказательной базы об эффективности. Даже спустя 130 лет все еще нет обширных клинических испытаний и исследований. Но самую главную проблему устройства я увидела в другом. Это активное насаждение идей о домашнем самолечении. Вместо того, чтобы пойти к врачу и разобраться с какой-либо возникшей проблемой, люди потратят несколько тысяч на этот прибор, стремясь убрать возникшие несовершенства. Но если какой-либо эффект и будет достигнут, то лишь внешний, а большинство проблем идет изнутри. Даже в Советском Союзе дарсонвализация широко использовалась лишь как вспомогательный метод лечения, но никак не основной. К тому же физиотерапия, к которой относится дарсонвализация, не безобидна, и проведение подобных процедур требует определенной квалификации, которым могут обладать только специалисты. Друзья, пожалуйста, не занимайтесь самолечением, всегда очень критично подходите к выбору и применению их в интернетике. В конечном счете здоровье всегда оказывается дороже. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Если вам нравятся похожие видео, то обязательно советую вам посмотреть ролик про бьюти девайс Форео. Он очень интересный. Ну, а мы с вами прощаемся совсем ненадолго. Увидимся в новом видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова